Зовут меня Волкова Лариса Валерьевна. Я детский гинеколог КНП КДЦ Деснянского района Филий номер 4. В районе работаю более 27 лет. Принимаем мы в кабинете девочек в возрасте от момента рождения от нуля и до 18 лет. Желательно было бы рассказать родителям о том, как мы принимаем, кого мы принимаем и как подготовиться для того, чтобы доктор вас посмотрел. Для девочек младшего возраста 3-5-7 лет мы приглашаем родителей, обязательно объясняем родителям, что нужно подготовить девочку морально, объяснить, какому доктору она идет, взять направление у врача, семейного врача-педиатра, записаться на сайте HealthSemi и в свой назначенный час прийти на прием к врачу. Для этого подготовиться нужно не подмывать ребенка хотя бы последние 2-3 часа, взять карточку, взять пеленочку и прийти к родителям с ребенком. Мы делаем осмотр, чаще всего такой осмотр проводим на кушетке или на пеленальном столике. Обязательно объясняем маме, что мы смотрим, с какой целью мы смотрим, что мы делаем при осмотре, что мы видим, что является нормой, что является патологией. Если в этом есть необходимость, мы берем анализы. Чаще всего это мазок или бак-пасев, выделение из половых органов. Потому что дети 3-5-7 лет, то есть дети младшего возраста, чаще всего обращаются с жалобами на выделение из половых путей, на покраснение, иногда травмы. И не так уж редко бывают срастания половых губ, так называемые синехи. В условиях поликлиники, в условиях амбулаторного приема мы имеем право производить такую манипуляцию, как рассечение синехи под местным обезболиванием. Что касается более старшего возраста, это подросткового возраста, 13-15 до 18 лет, мы проводим осмотр опять же в присутствии родителей, мамы или опекуна до 18 лет. Опять же с карточкой ребенка, опять же имея направление от врача семейного или врача-педиатра и ребенка, который записался на сайте HealthSemi. Есть часы приема скорой помощи, которая идет вне записи. Естественно, мы таким детям не отказываем помощи, мы помощь проводим здесь же амбулаторно. Если нужно, мы этого ребенка помимо консультации кладем на гинекологическое кресло и ректально обсматриваем ребенка. Поэтому просим подростков, которые идут к гинекологу, обязательно очистить кишечник, подготовиться к осмотру врача. Если в этом есть необходимость, мы берем необходимые анализы. У нас достаточно широкая сеть этих анализов. Мы можем сделать анализы крови, биохимические анализы, общеклинические анализы. Мы можем сделать баг-анализы. То есть то, что необходимо для ребенка при обследовании для исключения какого-то заболевания. Если достаточно серьезные заболевания требуют, например, маточные ювенильные кровотечения или какие-то народные тела или травмы, требуют госпитализации, согласно приказу детей с 8 лет и до 18 лет мы направляем в стационар. Стационаром для девочек киевских, прописанных в городе Киеве, является клиническая больница номер 6, роддом номер 6. Клиническая больница, которая в отделении гинекологии принимает подростков до 18 лет. Что касается подготовки, что касается и детей, и взрослых подростков, необходимо, чтобы мама объяснила ребенку, мама или опекун, или бабушка, куда ребенок идет, и что ребенку будет делать. Независимо, это ребенку 3 года, 10 лет или 15 лет, она должна знать, что с ней будет делать доктор. Настроить на то, что это не больно, это не страшно, это нормально. И для профилактических целей ребенок вообще должен раз в году приходить к доктору на консультацию. Если ребенок уже взрослый, ей 15-18 лет, она уже менструирует, желательно, чтобы такая девочка приходила с менструальным календарем, чтобы можно было посоветоваться, насколько правильно идет менструальный цикл или неправильно, нужна какая-то коррекция или нет. Потому что в условиях поликлиники, помимо анализа, мы можем сделать такую диагностическую процедуру, как ультразвук, и определить, есть ли какая-то патология, и нужно ли дополнительно какое-то вмешательство, лечение или консультация смежных специалистов. Ну, еще бы хотелось пожелать всем нашим, жителям нашего района и жителям других районов, которые к нам тоже приходят на консультацию, чтобы они записывались на хелс-семи, чтобы они брали направление у педиатра, у семейного врача. Это облегчает работу и врача, и тем самым не дает возможности больным стоять под кабинетом и просиживать зря время. Скажите, пожалуйста, общая картина, если можно сказать пару слов, о клинике патологии, детской гинекологии. Вот какая ситуация и какая тенденция? Ну, понимаете, как... Да. Чаще всего дети младшего возраста обращаются, я уже к вам говорила, с выделениями, с жалобами на выделение, на покраснение, иногда на травмы. Это характерно для детей младшего возраста, не менструального возраста. Для подросткового возраста, 13, 15, 18 лет, чаще всего дети идут с жалобами на нарушение менструального цикла. Оно может быть связано с воспалительными процессами, с кистами, фолликулярными кистами, с гормональными изменениями. Очень часто девочки-подростки решают самой для себя потерять вес, похудеть, уменьшить вес, что приводит, опять же, к нарушению менструального цикла. То есть, если девочка и считает необходимым похудеть, то прежде чем начать худеть, она должна посоветоваться с врачом, с педиатром, с гинекологом, с эндокринологом, насколько ей нужно это сделать, потому что сейчас идет тенденция подростков к тому, что они толстые, им срочно нужно похудеть. И вот эта резкая потеря массы тела приводит к нарушению менструального цикла. То есть, мы не против похудеть, но мы за то, чтобы это делать рационально. Как и те годы, так и в этом году есть дети, которые приходят с нарушением цикла, они у нас находятся на диспансерном учете. У подростков чаще приходят с такой проблемой. Реже, конечно, они приходят с выделениями. При подростке, которые имеют уже половые отношения, естественно, обращаются за консультацией по поводу контрацепции и по поводу предохранения от нежелательной беременности и различных заболеваний, которые передаются половым путем. Стараемся здесь объяснить так, чтобы ребенку это было доступно, чтобы она могла воспользоваться теми же презервативами или еще какими-то средствами, если в этом есть необходимость. Ну и ведем, естественно, пропаганду здорового образа жизни. Хорошо, а как ситуация с венерическими заболеваниями у молодежи, не ситуального возраста? Значит, венерических заболеваний, слава богу, сейчас меньше. Почему? Или потому что молодежь более продвинутая, более грамотная, она знает, где можно посмотреть литературу, посоветоваться, почитать или даже прийти просто к врачу и поговорить. Во-первых, сейчас уже молодежь и шерри стали использовать такие методы контрацепции, как презерватив. А если даже и случаются вот такие случаи, когда ребенок приходит и жалуется на какие-то гнойные выделения, и мы подозреваем, что может быть венерическое, у нас есть кожный венерический диспансер районный, который с нашим направлением берет этого подростка, обследует и лечит. Ну, честно сказать, таких заболеваний сейчас значительно меньше, потому что они стараются предохраняться. Хорошо. А с вирусом иммунодефицита? С вирусом иммунодефицита человека. К сожалению, бесплатно этот анализ сделать невозможно. На папиломовирусы 16-й, 18-й тип, на папиломовирус человека. Мы все это направляем в клиники. Поэтому прошу прийти с мамой. С мамой для того, чтобы мама могла привезти ребенка и дополнительно где-то в частной клинике сделать анализ. И на ВИЧ, если нужно, и на папиломовирусную инфекцию, если это нужно. Потому что девочка взрослая, девочка начала жить половой жизнью, значит, как взрослому человеку мы обращаемся к ней с просьбой обследоваться в полном объеме. Сейчас есть такая прививка Церварикс, она и была, она и сейчас есть. Была возможность, мы делали бесплатно, частично некоторым слоям населения, которые требовали в первую очередь, мы делали Церварикс, эту вакцину бесплатно, девочкам, начиная с 10 лет. А вакцина это что? Вакцина проводится для того, чтобы предупредить заболевать, предупредить рак шейки матки. Она делается подкожно, в плечо, то есть это можно делать девочкам, начиная с 10 лет, которые еще не ведут половую жизнь. Она идет для профилактики заболевания. А насколько она эффективна? Ну, по статистике, те девочки, у которых были проведены вакцинации, у которых была проведена права вакцинации, не было выявлено случаев рака шейки матки в дальнейшем. Ну, естественно, это нужна статистика, большая статистика. Мы в основном больше занимаемся подростками, потом уже их передаем после 18 лет во взрослую сеть, в женскую консультацию, дальше уже женская консультация наблюдает за этой девушкой. Но мы стараемся объяснить, что в этом есть необходимость. Спасибо.